Стоп, это же Рэдбулл, а что вы подумали? Как я после этого буду его пить, правда я не знаю, но это мы решим СТО ДНЕЙ ВОЗДЕРЖАНИЯ Друзья, СТО ДНЕЙ я не дрочил СТО ДНЕЙ я не мастурбировал Бля, какие они ролики снимают, это же пиздец полный Но я знаю, что эти ролики вам очень нравятся и заходят на этом канале Я не знаю, почему вам нравятся ролики, где я рассказываю про дрочку, про мастурбацию, про письки Это очень странно, про сперму, про тестостерон, это странно Но окей, если вам нравится, в принципе я буду отдавать вам этот контент Мне не сложно и, как я понял, вам приятно СТО ДНЕЙ ВОЗДЕРЖАНИЯ я преодолел И сегодня я расскажу вам, какие изменения произошли с последнего видео Кстати, последнее видео про воздержание было сейчас, вот здесь, в этих углах Там я воздержался 60 дней, получается больше месяца назад я снимал это видео И там я рассказал про изменения за 60 дней Сейчас я расскажу изменения, вот эти вот, которые еще 40 дней прибавились То есть, что изменилось за отрезок с 60 до 100 дня Еще раз, ребята, СТО ДНЕЙ я на воздержании И я считаю, что это уже жестко Это уже дохера Я начинал, я думал, ну там, типа, побуду на воздержании, может, полмесяца, может, месяц максимум СТО ДНЕЙ это три с половиной почти месяца Это пиздец, это пиздец Я не думал, что это зайдет так далеко, действительно Хоть я и рассчитывал достаточно, то есть, далеко идти в этом плане Но не до 100 дней Окей, мне это нравится И сегодня я расскажу как раз-таки, что произошло за эти дни Ну, то есть, сейчас я просто начну вводить какой-то херни, да А потом перейду к более важным темам Начнем с того, что у меня начала расти борода и усы Я их сбрил сейчас перед роликом Но суть в том, что действительно растительность на лице начала расти быстрее Хотя до этого у меня совершенно не было такого Возможно, это из-за большего переходного периода Но просто как это до этого, за 18 лет моей жизни, такого не происходило Именно сейчас, когда я сел на воздержание У меня жестко, быстро начали расти волосы на бороде Я думаю, что это связано Потому что, опять-таки, дестостерон, рост волос Я, честно, я не химик, я не биолог, я не знаю, как это работает Но я жопой чую, что это связано И это не просто так Окей, мы переходим уже к более серьезным изменениям И если до этого, за 60 дней, я все время говорил, что было желание мастурбировать Было желание дрочить В первые 10 дней это был вообще пиздец Потом это чуть утихло, но опять-таки было такое желание То за последние 30 дней это желание просто испарилось У меня просто перестало У меня даже нет мысли Просто, понимаете, мой мозг, он уже настолько смирился с мыслью, что мы не дрочим Что все, я даже, ну то есть, мне не предлагается дрочить моим мозгом Я просто даже не думаю про это Мне не прилетает даже мысль об этом И это очень большое изменение, на самом деле, за последнее время И благодаря этому, я думаю, дальше воздерживаться будет проще Ну, по моим предположениям, просто до этого, опять-таки, до 60 дня Было такое прямо жесткое желание подрочить И все время там, каждый день, словно там, залетала эта мысль Ты такой думаешь, ну, может быть, все-таки разочек передернуть А сейчас эта мысль вообще не приходит Я думаю, что это связано как раз-таки все-таки с пониманием мозга Что он принял то, что я перестал мастурбировать И он теперь не провоцирует меня Он мне помогать начал Он перестал меня провоцировать на мастурбацию Перестал мне посылать какие-то сны Хотя, допустим, у моих друзей, которые тоже на воздержании Которые тоже решили заняться этим У них каждый, ну, не каждый ночь, но очень часто происходят полюции Условно, там даже каждые две недели Какие-то сны снятся Не знаю, почему у меня такого нету Но мне кайф, я не очень хочу этим заниматься И мне это очень нравится А, насчет полюции, кстати, тоже очень важный момент Многие спрашивали насчет полюции Полюция, это абсолютно нормально Это биологический выброс спермы Это значит, что в вашем организме В переизвыток спермы И она выбрасывается произвольно организмом Специально, точнее Специально он делает это Это не считается срывом Вы мне пишите Ник, а ты можешь подсказать? Полюция-то является срывом? Ну, как это может являться срывом? Если вы спали, вы это не контролировали Это было во время сна Вы кончили, потому что ваш организм посчитал так нужным Потому что это было необходимо сделать Вы же, блядь, когда идете ссать Вы не думаете Ой, вот это я лох поссал Нет, это нормально Ваш организм считает, что так нужно Подоверьтесь ему Доверьтесь, я думаю Он лучше понимает Что должно находиться в данный момент В вашем теле А что не должно И это избытки Это то, это излишки Это вот эти сливки Можете, не знаю Собрать трусов и пожрать Блядь Пиздец Ну, короче, нет, ребят Полюция не является срывом Не думайте так Это абсолютно нормально Не бойтесь полюцией В этом нет ничего страшного Если на 50-х, 60-х днях Я конспектировал то, что началась такая более ровная полоса в моей жизни В плане эмоций То есть нет больших скачков Как, допустим, в начале Когда я только начинал У меня, опять-таки, были большие скачки В 60-м дне Ну, ближе к 60-м Я не помню точно дни Но я помню, что это более устабилизировалось Такая, как гладь стала И сейчас опять появились небольшие такие качели Но я думаю, что Это не качели за счет воздержания Это просто приход к изначальному состоянию Ну, более, как бы Более все-таки Более контролируемому Но если сначала, допустим Как только я начинал Путь воздержания То это были прямо жесткие качели Которые я никак не мог контролировать Никак не мог ими управлять И был, в общем-то, подвластен эмоциям То сейчас, в принципе Это качели такого же размера То есть я могу испытывать Такой же спектр эмоций И в пленании радоваться От каких-то мелочей И огорчаться От каких-то других вещей, да Но я, как бы Не скажу, что Больше контролирую Но как будто понимаю Откуда это происходит И могу это предотвращать Блядь, я как будто Супермен говорю Но я думаю, вы Поймете мою мысль Что если раньше Это были бездумные эмоции Где просто, как бы, эмоции Я за ней на поводу бегу То сейчас я могу Все-таки могу, наверное, контролировать немного И мои эмоции стали более подконтрольны И более зависимы от меня И на самом деле Это очень круто Это, в принципе То, к чему я хотел прийти От воздержания Это прямо Ну, такой поинт Очень важный Потому что На самом деле Раньше, когда Еще до воздержания Вот эти как раз-таки эмоции Сильно Слишком влияли на мою жизнь Я был Прямо, знаете Я чувствовал, что Слишком я иду на поводу эмоций И слишком они мной рулят А сейчас же Когда я могу это В какой-то мере Я не говорю, что я На сто процентов могу сказать Что нет Здесь я не буду плакать Здесь я буду радоваться Нет Конечно, это не так работает Но я где-то могу Все-таки подкручивать Какие-то гаечки И регулировать это Условно И это очень круто И на самом деле Даже полезно очень Но на самом деле Недавно у меня была дискуссия С чуваком в комментариях У себя под прошлыми видео И там, в принципе Он мне это объяснил И я как-то сам тоже к этому пришел Что через определенное время После начала воздержания Ваш организм приспосабливается К данным условиям Это абсолютно точно Что, допустим Если изначально Это был действительно Сильный стресс Для вашего организма И вы Происходили такие Значительные изменения И такие большие Как бы Ну Видимые изменения Действительно глобальные В вашем организме И вы это замечали То условно Как я могу это сказать После 60-70 дня Все-таки Организм начинает Немножечко к этому Привыкать И приспосабливаться Я не знаю Как он это делает Как-то перестраивает Гормональный план Как-то перенаправляет Эту энергию Да Но в любом случае Организм приспосабливается И вы Немножечко совершаете Откат Как бы Допустим Когда вы принимаете Креатин во время спорта Вы сначала Бахаете Креатин каждый день У вас Организм охуевает Начинается жесткий памп Жесткие веса Опять-таки Быстрый рост После того Как вы перестали Принимать креатин Вы немножечко Подздуваетесь То есть вы не приходите На изначальное положение тела На изначальное состояние тела Вы немножечко Так на половину Как бы Подздуваетесь И тут Я лично Предполагаю Что то же самое Как по моим ощущениям На сотый день Что Если до 60-го дня Это прям Какое-то жесткое изменение Мощное Какой-то Такой именно Эмоциональный взрыв И дикий стресс Для организма То сейчас Он немного К этому привыкает И немного Откатывается Не говорю Что в изначальное состояние Когда я только Начинал воздержание Но в что-то промежуточное Не там Где я прямо Ну словно Возносился И был в дзене Да Как на условно С каком-то С сороковом Или тридцатом Не честно Не помню Но Где-то посередине Но и не там Где я дико Завишу от эмоций И просто вот так вот Как собачка За ними бегаю И меня легко Контролировать Нет Что-то посередине И я лично Предполагаю Как мои такие Мысли наперед Что скорее всего Так это и останется Скорее всего Это состояние Продолжится И на 120 130 150 день И в принципе Я думаю Что Уже к сотам Одню действительно Организм привыкает К воздержанию Начинает по-другому Перерабатывать сперму И тем самым Адаптируется В общем-то То же самое Сказал Посмотрим В любом случае Я сниму вам еще ролики На 130 150 день Воздержания Также у меня на канале Есть видосы На 30 60 день Воздержания И про этапы Своего воздержания Как я Что делил И как бы Что происходило В моей жизни Это все Я оставлю в описании Можете зайти И посмотреть эти видосы Они очень интересные Собственно Если вас интересует Тема воздержания Это то что вам нужно На этом все С вами был Ник Прощайте мои Дорогие драчуны Пока-пока